Kipass XC в моем внутреннем топ-10, но я ни на чем не настаиваю. Kipass – это менеджер паролей и вот тут я уже настаиваю. Менеджер паролей у вас должен быть обязательно. А вот какой – это уже решать вам. Приложение бесплатное, кроссплатформенное, опенсорсное, локализованное. Разрабатывается командой с хорошей репутацией, которой можно доверять. Собственно, главное достоинство Kipass XC является же и его недостатком. Зашифрованная база паролей хранится у вас. Это достоинство для тех, кто предпочитает все контролировать сам и доверять только себе и недостаток для тех, кто привык к приложениям из коробки с минимальными настройками. Синхронизацию тут нужно будет настраивать самостоятельно, если у вас больше одного прибора. Хотя это и не сложно, покажу. Кроме того, надо сказать, что кроме Kipass XC существует просто Kipass для Windows, по ней я уже делал скринкаст, и Kipass X. Это приложение давно не обновлялось, лучше не ставить. Собственно, при первом запуске вам предлагают либо создать, либо открыть базу данных. А еще можно импортировать из разных источников вплоть до CSV. Но мы создадим, предполагая, что у вас базы пока нет. Имя базы для себя. Параметры шифрования. Можно увеличить время дешифровки, то есть сложность ключа. Время дешифровки — это опять же для самой программы при совпадении мастер-пароля. В случае подбора мастер-пароля злоумышленникам время дешифровки измеряется тысячами лет. Условно. И собственно мастер-пароль. Без него базу открыть нельзя. Он не восстанавливается, так что если забудете — потеряете базу. Поэтому на первое время можно записать на бумажку, пока не запомните. Потом бумажку сжечь, пепел развеять над красной площадью. И расположение базы. Собственно, она состоит из одного файла. Вы можете положить ее куда угодно, впоследствии переносить. Все. Создаем первую запись, то есть первую связку — логин-пароль. Название — это для вас. Я обычно использую название сайта. И ссылку кидаю в URL. Удобно потом переходить прямо из кипаса. А дальше делаем так. Имя пользователя вставляем в окне регистрации на сайте. Его же вставляем в кипас. Далее пароль. Я пользуюсь генерацией паролей. Можно выставить длину пароля и включить или исключить какие-то символы. В принципе лучше включать все, но бывают сайты, которые в пароле не поддерживают, скажем, специальные символы. В таком случае их можно отключить. Также можно использовать парольную фразу. Но я обычно ограничиваюсь паролем. Все, запись создали. Теперь копируем отсюда пароль. Так копируется логин, так пароль. И вставляем в окно регистрации на сайте. Готово. Ну и дальше добавляем следующую запись и так далее. Все они валятся в общую папку, но тут можно создавать подпапки и раскладывать записи тематически. Для тех, кто не готов к структурированию записей, тут отличный поиск. Ищет по всем папкам и по всем полям в карточке. Вот он нашел по названию и вот по имени пользователя. Кроме создания записи, можно редактировать уже созданную. Поле примечания полезно, чтобы в нем хранить какую-то дополнительную информацию, не пароли. А также записи можно удалять. Теперь про то, как собственно пользоваться Kipass. Я использую copy-paste, но тут тогда в настройках удобно поставить вот здесь. Скрывать окно после копирования. Кликаем на URL. Сразу переходим на сайт. Sign in. Login. Кликаем по логину. Вставляем логин. Но тут в общем не важно. Дальше у вас запросят пароль. По паролю кликнуть нельзя, поэтому кликаем вот здесь. Вставляем пароль. Заходим на сайт. Пароль в буфере обмена хранится, по-моему, 10 секунд по умолчанию. Можете не успеть вставить, тогда копируйте повторно или увеличите в настройках интервал удаления из буфера обмена. Кроме того, можно подключить плагин автозаполнения. Тут в принципе есть плагины для большинства браузеров. Тогда сначала нужно установить плагин для вашего браузера, потом включить вот эту галочку. Тоже для вашего браузера. Но я этим не пользуюсь. Меня вполне устраивает copy-paste. В случае, если вам нужно изменить мастер-пароль, это находится здесь. Не с первого раза можно найти. Все, теперь разберемся с базой и синхронизацией. Базу можно временно заблокировать, ну или просто закрыть сам кипас. В том и другом случае при заходе в кипас у вас запросят пароль. А собственно сама база, как я говорил, это один файл. То есть мы говорим открыть базу, находим этот файл, открываем. Если мы этот файл перенесем куда-нибудь, в данном случае на Google Drive, я настроен на синхронизации с облаком. То есть я кладу файл в синхронизированную папку. У меня тут, видите, уже лежит одна база. Это моя рабочая. Так вот, теперь... Сейчас удалим для чистоты эксперимента. Теперь при попытке открыть базу ее вроде как нет. Но она есть. Просто в другом месте. И его нужно найти. Гора каких-то баз тут у меня. Экспериментировал. А вот база. Кликнули. Ввели пароль. Зашли. База синхронизируется с облаком, а значит вы можете работать с кипас XC в реальном времени, зная, что имейте в облаке актуальную версию базы паролей. Напоследок скажу, что существуют приложения для мобильного. Под Android я советую кипас for Android и кипас DX. Под iOS стронгбокс. Ну и еще раз, я не топлю за кипас конкретно. Пожалуйста, пользуйтесь другим менеджером, конечно, которому можно доверять. Но при этом сам я пользуюсь кипас XC. Любимый при этом я посоветовал битвар. Все любите друг друга. Теперь это просто жизненно необходимо. И помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и теплица социальных технологий.